Доброе утро, здравствуйте! Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о важном, полезном и немножко щепетильном бесплатной медицины в России. В студии юрист Андрей Мохов. Доброе утро, здравствуйте! Доброе еще раз, Андрей! Итак, бесплатные медицинские услуги. Какие именно из них нам должно предоставлять государство? То есть абсолютно все? Значит, в каждом регионе России, в каждом субъекте Федерации утверждается специальный документ, в котором расписаны абсолютно все лечебные учреждения, все услуги бесплатные, а также даже указывается конкретно их стоимость. То есть сколько за каждую услугу больница получит денег от фонда медицинского страхования через страховую компанию. Таким образом, можно этот документ посмотреть. Существуют ресурсы такие, как территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Красноярском крае, интернет-сайт Министерства здравоохранения Красноярского края, а также есть такая служба Росздравнадзор. Она также существует в Красноярском крае, ее подразделение. То есть там можно найти свою поликлинику ближайшую и, соответственно, посмотреть, какие услуги эта поликлиника должна тебе предоставлять по медицинскому полису. В том числе? Если вдруг мы пришли в поликлинику, мы знаем, что нам должны сделать ту или иную процедуру бесплатно, или тот или иной специалист должен с нами бесплатно пообщаться, но с нас что-то требует. К кому жаловаться? Как сфиксировать этот факт нарушения? Во-первых, если, как правило, это встречается чаще всего с высокотехнологическими видами помощи, такие виды, которые фактически можно получить бесплатно, однако, чтобы их получить бесплатно, необходимо обратиться в другое лечебное учреждение, где они предоставляются, например, компьютерная томография и так далее. Туда направляет врач, и там есть определенная очередь. Платно вы можете произвести в любой платной клинике, сегодня же, например, да, и врач вам может предложить пройти платно и с этим анализом прийти к нему на обследование. Фактически это нарушением не является, но если вы хотите получить бесплатно, вы можете свериться с перечнем и получить эту услугу бесплатно. Если вы хотите проверить, можете обращаться в названные мной органы Фонд медицинского страхования, Минздрав и Росздравнадзор. Это проверка. А кто следит за нарушениями, если, например, все-таки врач пытается заработать на тех услугах, которые должны бесплатно предоставляться? Ну, во-первых, оказывает услуги не врач, а лечебное учреждение, которое является государственным. Оно не может оказать вам услугу платную без выдачи платежного документа с соблюдением бухгалтерской дисциплины. Поэтому, если вам такое учреждение выдало, такой документ, значит, есть соответствующее распоряжение руководителя. Поэтому проконтролировать очень легко. Вы оплачиваете, получаете платежный документ, потом проверяете, законно ли это. Нет, ну а сидит специалист, например, аучный, жадный, хочет заработать деньги, к нему заходит человек, он говорит, здравствуйте, я готов посмотреть вашу печень, почки, УЗИ, например, провести. Ну, 500 рублей, 500 рублей, вот, положите в тумбочку. Это абсолютно незаконно, конечно. Ну, вот так. Кому можно об этом сообщить? Фактически это уже ограничит с преступлением, с каким-то административным правонарушением. Можно обращаться в полицию, в прокуратуру напрямую. С такими, если конкретные требования, вымогательство денег, конечно. Да, вот часто бывает, что одни и те же доктора работают и в частных, и в государственных клиниках, лечебных учреждениях. Вот мы понимаем, что в частных клиниках, да, в которые мы ходим и платим большие иногда очень деньги, особенно если мы говорим о стоматологах, например. Допустим. Да, допустим. Там уровень сервиса совсем другой. Если нас не устраивает сервис в государственных бесплатных клиниках, ну, бесплатных, да, вот, которые тоже являются все-таки платными, как мы выяснили, вот что делать именно с качеством услуг? Перечисленные мной органы тоже осуществляют контроль за качеством, если действительно это качество переросло уже именно во вред, в ущерб какой-то здоровью, либо, ну, действительно, нарушение прав потребителя этих медицинских услуг фактически, да, потому что они, по сути своей, тоже платные, да, их оплачивает фонд медицинского страхования. Можно обращаться в эти органы, в Роспотребнадзор, Роспотребнадзор, либо общие органы общего контроля, прокуратура, либо полиция. Слушайте, а вот еще какой момент, когда ты покупаешь товар, и он оказывается некачественным, ты можешь его вернуть. Когда тебе оказывают услугу, ты за нее платишь, ты получаешь какие-то там чек, например, тебе выдают, тебе сделали зуб, пломба показалась некачественной, вылетела там через пару часов, ты приходишь и просишь там переделать, например, или вернуть деньги, показывает этот чек. С бесплатными услугами можно как-то, ну, относительно бесплатными в государственных клиниках что-то подобное делать? Конечно, во-первых, можно по любой бесплатной услуге получить расшифровку вида услуг и стоимости даже их в фонде медицинского страхования. Кроме того, все действия медицинские фиксируются в карте больного, а также, как правило, та страховая компания, в которой вы застрахованы, по полису ОМС, у нее есть специальный отдел, который занимается защитой прав застрахованных. Вы можете на ее интернет-сайте либо обратиться в ее офис, узнать, куда обращаться с такими жалобами, страховые компании тоже помогают.